Добрый день, дорогие читатели, а сегодня и зрители. Мы продолжаем проект интернет-конференции с известным Николаевцем. И у нас есть первый лиц, который на Николаеве, Юрий Бёрзович Антон. И сейчас мы задаем финансовый вопрос, первый вопрос от пользователя Алис. Поздравляем, Юрий Бёрзович, скажите, пожалуйста, когда мы построим новое количество смартфон, которые были в мире японцами на проектировании? Спасибо. Я хочу сразу сказать, что те финансы, которые были выделены, они же японцами, в общем-то, и используются, и расходуются. Дело в том, что буквально во второй половине прошлого года состоялось две встречи на уровне председателя оба госадминистрации Круглова Николая Петровича и на уровне городского головы Владимира Дмитриевича Чайки с представителями японской фирмы «Джайка», которая этим проектом занимается по поручению японского правительства. Что было приятно, то, что мы услышали заверения и подтверждения намерения японской стороны о продолжении реализации этого проекта, несмотря на марковскую техногенную и природную катастрофу, которая, к сожалению, постигла Японию. Значит, могу сказать, что уже был предварительно презентован окончательный проект, выбран вариант строительства, определены земельные участки, через которые будут проходить подъездные пути. И, в принципе, они сказали, высказали, во всяком случае, намерения о начале практической реализации проекта «Мостовый переход» в 2014 году. Ну, разобьем вопрос, наверное, на две части. Значит, относительно того, как получить 10 соток земли, надо просто обратиться с соответствующим заявлением на имя городского головы, копии паспорта, копии идентификационного кода и справочка из БТИ, которая подтверждает отсутствие собственности у данного человека. То есть на этом основании мы можем поставить его на соответствующую очередь. Сейчас очередь по городу на получение земельного участка составляет 750 человек. На данный момент участки пока, скажем так, массово не выдаются. Заканчиваются проектные работы в районе Балабановки, в Корабельном районе. Там, скажем так, специфическим языком будут нарезаться участки для граждан, где действительно поджилищное строительство. Будет это где-то во второй половине этого года. Сокровь скорость продвигается больше? Пока она не продвигается, потому что, еще раз говорю, проводятся проектные работы. Как раньше она продвигалась, не могу сказать, а все будет работать. И вторая часть вопроса. Почему земля в нашем городе одним богатым, или этим продается дешево, а бедным и людям без связи дорого или вообще не светит? Я бы сказал так, что надо разобраться в конкретном случае, если у уважаемого горожанина есть какие-то конкретные претензии, конкретный вариант какой-то, пожалуйста, я готов рассмотреть. И думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос. А вообще земля реализовывается согласно решению сессии городского совета на основании денежной оценки, которая осуществляется соответствующими фирмами, имеющими на эту лицензию. Поэтому и цена разная. Вопрос от пользователя Юрия. Юрий Георгиевич, пока что погода благоприятствует коммунальным службам. А если вдруг не альбом наступит зима, готовы ли коммунальщики к ее приходу? В принципе, она все не анастаскивает. С учетом того, что вопрос был 17 числа, нам погода действительно все это время благоприятствовала. Половина зимы прошла благополучно с этой точки зрения. Я не люблю предвосхищать события, скажу таким образом. Степень готовности служб, техники, власти городской, наверное, покажет непосредственно наша работа во время вот этих сложных климатических условий. С точки зрения заготовок песка, соли, могу сказать, что у нас в этом году заготовлено 7500 тонн песка и 600 тонн технической соли, из которой делается пескосмейс. В связи с тем, что погода, как вы говорите, благоприятствовала, и посыпать пока необходимо было только на сложных участках, подъемы, мосты. Мы на данный момент израсходовали всего только 500 тонн пескосмейс. Поэтому я думаю, что того запаса, который у нас был, нам до конца зимнего-весеннего периода уже будет достаточно. Что касается всего количества заготовленного, заготовленного на уровне прошлого и позапрошлого года. А сегодня мы уже поехали? Да, конечно. Ночью начали работать, все как положено было. Спасибо. Вопросы к пользователям бюджетного недели. Скажите, пожалуйста, за какие именно службы были награждены орденом? Постарайтесь, какие конкретные бюджетампы и общих классов? Бюджетампов и общих классов, наверное, тут сложно ответить. Я скажу лишь то, что тоже вопрос был 17 января, и как раз, в общем-то, 17 января исполнилось такое совпадение. Мне 17 лет, как я нахожусь на государственной службе. Десять из них я был заместителем руководителя аппарата-начальником организационного отдела аппарата об области администрации. В общем-то, для тех, кто знает, что это за работа, многое будет понятно. Приходилось, в общем-то, принимать оперативные и необходимые решения на данный момент, от которой зависело как решение ситуации для области, там, например, допустим, столицы и других взаимоотношений, так и судьба конкретного человека иногда. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что эта награда, в общем-то, наверное, не только моя, а всего коллектива, который я возглавлял в большей степени. Поэтому конкретизировать не буду, скажем так, из-за легкого налета конфиденциальности. Следующий вопрос, я хотела бы, да, я. Когда он ремонтирует все эти подъезды, это будет домов, а не только первое, это лицо. Как плата плата, это не только жители первого этажа? Опять-таки, отвечая на этот вопрос, хотелось бы знать конкретный адрес. Тогда можно было бы идти конкретно ответить. Я хочу сказать, что, и все вы знаете, что ремонт подъездов, домов осуществляется за счет тех денег, которые люди платят за соответствующие услуги, которые предоставляют джеки или другие там учреждения. На данный момент долг горожан соответствующим предприятиям составляет, к сожалению, 19 миллионов рублей. Можете себе представить. Поэтому я еще раз говорю, конкретный адрес и можно будет конкретно ответить. Если там задолженности нету, то можем разобраться, почему ремонт не проводится. Если там задолженность есть, давайте будем работать с жильцами. Следующий вопрос у нас от пользователя Копов. Расскажите, пожалуйста, на каком окно в марте год выпуска вы ездите, только не сказали. И на каких лицах членов вашей семьи? Не стоит жена? Когда меня утверждали на этой должности год назад, чуть-чуть больше, кто-то тоже в сети спрашивал, кто такой Андреенко. И, в общем-то, один из ответов был. Такая была характерическая иллюстрация, что гоняет на городу на стареньком Форде. Машина у меня не поменялась. Это Форд Сиера, 87-го года выпуска. Если интересуют детали темно-сильного цвета, седан, объем двигателя 1.8. Я не скрываю, что я эту машину очень люблю, уважаю, поэтому я, наверное, не буду долго ездить. У членов семьи, по-моему, или нет. Машина будет у вас есть? Да, конечно. Следующий вопрос от пользователя Светланы. Юрий Георгиевич, в последнее время на центральной улице Светских появились каргаши и детские игрушки на каждом квартале. У них нет разрешения, любой продавец не оформил. Торгуют они все столиком на центральной улице. Вопрос. Когда в Герисполкоме будет порядок, а именно отдел торговли или у нас теперь может торговать в Герисполкоме? Я сказал бы так. Ни для кого не секрет, что такого рода, как сказала Светлана, Торгаши на улице Советской появляются эпизодически, как правило, такие затяжные праздники, когда у детей в то же время каникулы, когда много гуляющих на той же улице Советской. Я хочу сказать, что отдел торговли Герисполкома вместе с сотрудниками органов внутренних дел регулярно проводят соответствующие рейды, выявляют такого рода предпринимателей. Но, к сожалению, и хочу сказать, что в прошлом году именно по улице Советской за нарушение правил торговли к административной ответственности было привлечено 475 граждан. Но с учетом того, что по итогам суд выносит приговором, это сложно назвать, вынуждает заплатить штраф в размере 17 гривен. И товар при этом не изымается у этого предпринимателя, поэтому повлиять на это сложно, разве что постоянно ходить по улице Советской. Вопрос от пользователя Глеба Круффи. Кто из николасских журналистов вы считаете наиболее талантливым и достойным из этого гордого звания? Провокационный выяснил? Вопрос не назвал провокационным, он достаточно сложный, потому что я считаю, что у нас в городе очень много талантливых журналистов. Ну или во всяком случае людей, которые себя называют этим словом. А конкретно могу сказать, опять-таки это мое мнение, поэтому прошу остальных в жизни. Если кого-то забыл, не обижаться. Это Наталья Лущан, это Александр Топчий, это Владимир Пучков, Вячеслав Чеченин, Андрей Неда, Елена Ивашко и Владимир Ивашко. Мой хороший друг. Следующий вопрос. Скажите, а вы больше поддерживаете мэра в спорных вопросах или партии, считая круглых и диагнозов? Личная справедливость в ваших ценностях, а интересах мэра и в ее области? Ну, отвечу кратко. Я стараюсь делать и работать так, чтобы интересы города и области свалки. Я стараюсь делать и работать так. Следующий вопрос у пользователя Марина. Добрый день. Скажите, пожалуйста, когда наконец наш город перестанет напоминать мэстрную свалку и уезжать в рездом на собаках? И что это или кто для этого нужен? Какой вопрос? Вы знаете, тут сложно ответить однозначно. Я тоже разбил бы на две части. Наверное, прежде всего тогда, когда мы сами его прекратим превращать в свалку. Почему мы смотрим, когда кто-то идет и выбрасывает просто на улицу, просто на тротуар, там пачку от сигарет, этикетку от мороженого, бутылки пустые? Почему мы спокойно смотрим, когда, извините, подъезжает крутая машина, скажем так, хорошо, если открывается дверь, выходит ее владелец, достает там из багажника кучу мусорных пакетов, хорошо, если он в мусорные баки, да, это зачастую просто оставляет рядом. Почему мы равнодушно смотрим, когда, ну, во время гуляний в парке, ни для кого ж это не запретная зона, посидели, уберите за собой, правильно? Все это остается, как правило, на улице. Ну, тогда, наверное, город, я не могу назвать его свалкой, но, во всяком случае, преобразится и будет выглядеть чище или иначе. Ну, это проблема с перевозчиками, я думаю, мы дальше коснемся этой темы, там есть вопросы относительно этого, могу, в принципе, постараться ответить сразу. Действительно, есть проблемы у нас с теми перевозчиками твердых бытовых отходов, которые в прошлом году, в этом году постараемся навести порядок. Во всяком случае, по итогам конкурса выбрать тех, которые действительно обладают достаточным парком техническим, соответствующим количеством контейнеров. Вот. В прошлом году были перебои. Касались они в какой-то мере, с одной стороны, и нерадивости некоторых наших граждан, опять-таки, проблема неплатежей. И, с другой стороны, в общем-то, и организации, и работы этого предприятия. Ну, сейчас мы стараемся этот вопрос держать на контроле. В последнее время тоже у нас такая ситуация сложилась, потому что предприятие ушло, скажем так, с рынка предоставления этих услуг. И ушло вместе со своей... Ну, перестало вообще этим заниматься, соответствующим образом. Не стало этой техники, не стало достаточного количества баков. Сейчас мы заключаем до проведения тендера, заключаем, согласно распоряжению городского головы, буквально 18-го числа, он подписал, временные договора с теми фирмами, которые обладают достаточным количеством техники и могут оказывать эти услуги. Поэтому вопрос, как регулируем в ручном режиме, мы стараемся держать на контроле. Что касается бездомных собак, в общем-то, не только мы, а вся Украина оказалась в этой ситуации, благодаря, скажем так, изменениям в действующем, соответствующем законодательстве, которые произошли в конце 2009 года, в декабре месяце. Скажем так, согласно этого документа было запрещено использование тех средств, которые использовались раньше, но в то же время сказали «а», не сказали «я», не сказали «чем пользоваться можно». И с учетом того, что это закон, его надо выполнять, за этим смотрит прокуратура, в общем-то, мы оказались в такой ситуации. Но сейчас, хочу сказать, что уже создано соответствующее коммунальное предприятие, которое будет заниматься этими проблемами уже по-новому. Решается вопрос финансирования по приобретению оборудования, соответствующего набора штата специалистов. Поэтому, я надеюсь, в любом случае, что в ближайшее время мы эту ситуацию начнем исправлять. Вопрос от пользователя Теска. Сложилось общее мнение, что человек очень часто выигрывает с фронтом ЗМИ. В этом телевидении, главное поддерживать надо. Можете прокомментировать, почему, для чего это делать? Это, наверное, вопрос больше к Владимиру Дмитриевичу. Как вы с вами наоборот? На мой взгляд, никто ни с кем не заигрывает. Ведь если, ну скажем так, задача мэра решать городские проблемы. Если вокруг этого консолидируются какие-то другие политические партии, движения, а не только в большинство, наверное, это неплохо. Задача решать проблемы. Насчет заигрывания с фронтом ЗМИ, ну, наверное, это не совсем, опять-таки, не совсем справедливо, потому что на последней сессии, в общем-то, результаты голосования по принципиальному для представителей фронта ЗМИ вопросу и позиция, наверное, свидетельствует как раз о не заигрывании. Это мой одногруппник-однокурсник, мы, к сожалению, очень давно не виделись. Андрей, спасибо, спасибо, что помнишь, спасибо за поддержку. Постараюсь оправдать надежды. У меня есть вопрос от Тамары Трещенко. Постараюсь оправдать. Сколько обращений за прошлый год вы отреагировали? Какие проблемы вы для Николаева вы решили? Значит, по официальной статистике, на протяжении прошлого года мной было рассмотрено 1223 письменных обращений. И во время проведения 25 личных приемов было принято 266 граждан. Но это только официально, это то, что во время приемов и то, что через канцелярию, как говорится, проходит. Проблемы разноплановые, даже, в общем-то, достаточно часто приходится рассматривать вопросы, которые не относятся к моим функциональным обязанностям. Человек уж не скажет, что, извините, это не ко мне. В основном вопросы касаются, конечно, жилищных проблем, вопросов регистрации, соцзащиты, оказания материальной помощи, капитального ремонта. Ну, стараемся, земельные споры, развитие инфраструктуры. Даем разъяснения, стараемся помогать. К сожалению, ситуация такова, что, да, сальдок отрицательная в этой ситуации, но есть положительные. Отрицательная в этой ситуации. Спасибо. И вопрос также, друзья, Томара Терешенко вам задавается. Можете назвать три проблемы города, которые волнуют вас больше всего? Что хотелось бы вам быстрее всего изменить, Николай? И к чему вы уже обращались в правильный повод? Что касается трех проблем, ну, проблем больше, конечно, но для себя я определил и стараюсь работать в этом направлении. Это задолженность по заработной плате на предприятиях города, которая, к сожалению, не существует, и на данный момент составляет 44 миллиона гривен. Понимаете, что это отчисление в бюджет и решение, в общем-то, наших насущных проблем. Проблема с вывозом твердых бытовых отходов и, на мой взгляд, недостаточность социального жилищного строительства. Вот это три проблемы, которые, мне кажется, не то что необходимо, надо решать ежедневно, стараться, в всяком случае, решить. Что касается второй части вопроса, ну, на мой взгляд, и мне хотелось бы повысить, прежде всего, уровень ответственности горожан за наш любимый город. Потому что, ну, почему руководитель может позволять себе не выплачивать зарплату или выплачивать ее в конверте? Как мне нужно думать об этом человеке, потому что, если он получает ее, скажем так, нелегально, у него не идет пенсионный стаж, не идут соответствующие отчисления в бюджет. Почему мы выбрасываем мусор там, где положено? Почему ставим автомобили на газонах? И во что они после этого превращаются? Почему не покупаем талон в трамвае? Он поездит, и в конце концов развалится, и нового не будет. Почему того же, ну, это же вопрос нам больше, инвестора отправляем по десятому кругу доставать одни и те же документы, подтверждающие, что он, что он, это он. Почему допускаем работу игровых залов, что противозаконно, и тоже работа нелегальная. Какое личное решение этих проблем, повышение этой ответственности? Будем общаться с населением. С каждым личным? Даже с каждым личным, почему? Это наша работа. Наверное, надо больше уделять внимание воспитанию с детского возраста. В школах, в детских садах говорят, что можно делать, что нельзя делать. Наверное, надо более интенсивно, еще раз говорю, штрафовать тех людей, которые допускают нарушения. Даже за парковку на газонах. Он постоял, потом уехал, а что-то в газон превратился. Есть конкретные примеры, тут недалеко. Кому вы уже обращались по поводу проблем, которые вы спрашивали? Те проблемы, которые я заявил, скажем так, о заработной плате, допустим, по задолженности. Я очень признателен председателю обл. администрации за помощь в этом отношении, помощь городу, работу с владельцами тех предприятий, которые допускают эти вещи. Вы знаете, в последнее время ликвидирована задолженность по зарплате на заводе «Актива», которая была на комбинированном. Решается вопрос по заводу имени Света Дону Коммунарного. Следующий вопрос от прозвителя Альона. Шановный Юрий Георгиевич, вы знаете, урядовая карьера на 29 днём моего року влюбована рейтинг молодежи в Украине и запривавилась для ведения бизнеса. И с приемным путем он признался, что Локола занимает 8,5% для 43% в Украине. Как вы вважаете, а какие факторы вывела в месяц на такие доски высоких показаний? Новые запытания. Ну, на мой взгляд, это стало благодаря целям низким факторам, різным факторам. Ни для кого не секрет, что Миколаев Миколаевич очень привабливая расположение на территории Украины. Это достаточно серьезное перехрестя автомобильных шляхов державного значения. Это развинутая речково-мирская инфраструктура, я имею в виду нашей партии, перевантажированные терминали потужные. Это наш аэропорт, и возможный и удобный для использования аэродрома Кульбакена. Для кого не секрет, что наш край – это поединение науки и наушно-бутывания. Это поединение сельского хозяйства и природной анализ. У нас наявные квалификованные трудовые ресурсы, и на мой взгляд, что тоже немаловажно, это желание у людей працювать. Важливый чинник в этом направлении, на мой взгляд, также взаимодействие влады и предприятия. Не забывайте, что мисто Миколаев, одна из первых в Украине, проводила систему единого векна для предприятий. И сейчас единый реестрационный офис продолжает работать. Да, там еще удалось канализовать, но мы над этим працюем. Также могу отметить, что в любом случае минулого года, ни я, ни моих коллеги-заступников, ни разу не отмомнили в встрече, возможно, потенциальным, скажем так, инвесторам, открытым для сотрудничества и очень рады, когда до нас с этих вопросов обратиться. Ну, возможно, с цей перелик чинников, возможно, еще что-то дозволило нам заняти таки, на мой взгляд, по-честным местам. Как вы думаете, почему у каждого не так удивляют, что вы вкладываем на основном месте? Неужели у каждого не думают, что они вкладываем на стоянку в эту позицию? Наверное, надо спросить об этом Елене. Ну, в принципе, да, на самом деле. Ну, я, например, не очень удивился. Может быть, даже огорчился, что мы только на восьмом месте. Ну, у нас впереди миллионники, потому что это тяжело. Вопросы пользователей людей. Скажите, пожалуйста, много обращений или жалоб приходят на всем известного и уважаемого кавычка «агалико-перепасы». Вы поставите правду о том, что это запросы? Ну, запросами не пугайте. Вот, конкретно по статистике мы подняли, по канцелярии, по делу обращений граждан. В течение прошлого года, ну, скажем так, не только жалоб, а обращения относительно деятельности не конкретно Алексея Пилипаса, а в том числе предприятий, которые мы, с ним, ну, основателем которых он является, руководителем, вот, в горы с полком пришло 14 обращений. Спасибо. Следующий вопрос от пользователя Владислава. Скажите, вам вместе с мэром действительно биологична судьба торгово-промышленной палаты или властник палатки страны? Ну, то, что сейчас происходит в торгово-промышленной палате и вообще аналогичные ситуации в других организациях, на предприятиях никогда ни меня, ни городского головы не устраивали, устраивать не будут. Вот, хочу сказать другое, что у вас нет полномочий вмешиваться в их деятельности. Это, грубо говоря, общественная организация со своими учредителями, членами и так далее. Если их не устраивает, ну, не действующий президент и есть претензии к его работе, то, наверное, им надо собраться и действовать по уставу, кризис брать. Но у вас не устраивает эта ситуация? Меня не устраивает, потому что торгово-промышленная палата, это наш, должны быть первые помощники города и области в привлечении инвестиций, в популяризации, в реализации наших предприятий на внешнем рынке. Если она работает с такими сбоями или вообще не работает, конечно, она станет. Спасибо. Следующий вопрос. Отходите Анатолию Волченко. Пане Юрию, по информации вам хватит, что дорога мира ваша, что есть еще не заплатить. Умово-питальной кризис. Проанализованный ваш инвестиционный кризис. Відповім таким чином. Шановный Анатолий Волченко, не уже такий фахівец у всех вопросов, как вы можете так говорите? Чи вы, как экономист, политолог, историк, не понимаете, чи не помните, в каком году сталася ця тотальная кризис и кто ее организовал, кто сприяв входжению до ней нашей страны. Что касается зарплаты, скажем так, на руки я отримаю 6,5 тысяч рублей. Неофицийный на зарплате на мае. Следующий вопрос от пользователя Владислава Настоящий. Есть вопрос, касающийся инвестиций. Как предпринимателям основать инвестиционный проект в Николаве? И как сама он продолжит проект для возможных инвестиций? Где его можно вводить или представить на решение возможных реестра? Значит, инвестиционные проекты города представлены в составе инвестиционного паспорта. Он размещен на нашем официальном интернет-портале. Более того, там есть бегущая строка объявления, ну, скажем так, кликнув, на которые можно ознакомиться с этим паспортом. Вот. И, в принципе, я уже повторяюсь, мы открыты к любому предложению относительно инвестиций, относительно сотрудничества. Для участия в этом паспорте необходимо заполнить анкету. Форма там тоже размещена. Передать ее в Управление экономики инвестиций. Можно электронной почтой, можно лично, можно по факсу. В кабине 257-й. Вот. Телефон для справок могу назвать 37-07-18. Хорошо. Спасибо. И вопрос, как у нас же пользователя. Вопрос касается связи с общественностью. В некоторых городах Европы специально в газетах кладут информацию о состоянии инвестиционного фонда, о качестве воды, о планировании ремонта международного, о проведении явных и ростов, о планировании изменения тарифов и так далее. В чем города эти газеты полностью бесплатны? Вопрос. Возможно ли это в нашем городе? Это возможно, это реализовывается. То, что необходимо, мы считаем, оперативно надо довести до населения. Мы размещаем, опять-таки, на нашем сайте. Он абсолютно доступен. Публикуем в газете городского совета «Вечерний Николаев». Передаем информацию в интернет-издания, передаем на телеканалы. Другое дело, насколько ее уже используют. В официальных изданиях, я еще раз говорю, «Вечерний Николаев», наш сайт, мы стараемся эту информацию, как покажут, но пролюбную. Спасибо. Вопрос от пользователя Денис. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на сайте «Венебращайки» был вопрос, когда ремонтируют дворовые дороги, если они просто в ужасном состоянии. Наш дом по адресу проспекта Герой-Островный Градзе, 89-99 и так далее. Ответ был заморозку головы Пайдар Жир. Он ответил, когда температура воздуха будет позволяться. Через день начали ремонтировать дворец Тимбор. Почему так? Ну, я отвечу таким образом. К сожалению, на протяжении трех прошлых лет деньги в городском бюджете на проведение этих работ предусматривались, но реального финансирования не было. Возникали более животрепещущие проблемы, на которые они, в общем-то, направлялись. В этом году деньги тоже предусмотрены, но насколько будет финансировано, кажется, покажет жизнь и ситуация. Что касается, почему не отремонтировали там и начали заниматься мостом, ремонтом моста мы занимаемся, ну, не ремонтом, а, скажем так, латанием дорожного покрытия на мосту мы занимаемся регулярно, потому что это специфический объект. Это основная магистраль. И спасибо госавтоинспекции, они следят постоянно за его состояние, дают нам соответствующие предписания, на которые мы обязаны реагировать. Даже без этих предписаний мы сами видим, когда необходимо вмешательство. Поэтому, наверное, не надо сравнивать внутриквартальные проезды, дворовые дороги. То есть, как это ни грустно с такого рода объектом, как мост. А существует ли какой-то порядок поведения ремонта в работе? Например, то есть самое, как спереди Ленина, дворовых, это вообще у нас согласно. Ну, это не только на проспекте Ленина, к сожалению. Проблема у нас по всему городу. Все зависит, ну, как это ни банально, все зависит от финансирования. Но есть ли какой-то порядок, возможно, есть более аварийные ситуации, есть менее аварийные? Ну, вот на более аварийные ситуации, на более важные объекты, пока эти финансы идут. Это основные магистрали, к которым, к сожалению, внутридворовые проезды не относятся. Понятный вопрос от пользователя агента РБ. Недавно приезжала моя одноклассница из Питера и была поражена за селением в городе торговых будок и рекламных счетов. Скажите, кто виновен, что город потерял свое лицо, были ли продажная власть? Ну, я не буду отвечать на вторую часть вопроса, потому что не хочу ответить, вернее, обидеть агента КГБ. Постараюсь ответить по сути сейчас. Завершается так называемая инвентаризация всех вот этих торговых будок, как говорит автор. Выясняем законность или незаконность их установления. Выявляем владельцев. И в тех случаях, когда оно установлено с нарушениями или, более того, без соответствующих документов, разрешите их. В общем-то, если это не противоречит правилам и нормам, владельцу будет предложено узаконить свое сооружение и соответствующим образом платить деньги в бюджет. Если оно не соответствует ни нормам, ни правилам, оно будет внесено. То же касается и рекламных конструкций. Сейчас мы завершим инвентаризацию по торговле и займемся. Бигбордами, сити-лайтами и так далее. Потому что чувствую, что много из них, в общем-то, имеют владельцев, но не имеют соответствующих разрешений. В той же Европе вообще запрещены практические бигборды, особенно нано-трассу. Поскольку они отлетают родителей и их реакция, возможно, уменьшается. А Вы считаете, может, нужно вообще уменьшить или не уменьшать? Или есть соответствующие бигборды, скидлайки? Я хочу сказать, что во всем должен быть порядок. Должны быть и выдерживаться, и выполняться соответствующие нормы. То есть, если есть норматив, скажем так, что бигборд от бигборда должен быть не ближе, чем на 100 метров, то так оно и должно быть. Ураг, к сожалению, этих правил не выдерживает и не прописан. Ну и вопрос, наверное, к тем же предпринимателям, которые это делают. Ну просто лично мне кажется, что их можно вообще не решать абсолютно. Проредить. Да, потому что действительно город теряется. Следующий вопрос от читателя Звон. Помогите противостоять стройщику. Идет роль, идут свои вещи по области Дунаева. Дунаева 39, Буденного 44. Значит, я хочу сказать следующее. Сейчас контроль за строительством объектов осуществляет инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Николаевской области, если говорим про область. Эти функции, они раньше были у горосполкома, сейчас их нет. Значит, по данному конкретному случаю мы обратились к начальнику этой инспекции, получили ответ, что вопрос взят на контроль. И инспекция, и мы будем контролировать, ну строительство не завершено, мы будем контролировать те, выполнение тех обязательств, которые застройщик брал при начале строительных работ, о наведении порядка во дворе. И, то есть, вопрос на контроль. Понятно, спасибо. Вопрос от Демы, это касается Вашей бесплаты, мы пропустим. Следующий вопрос, пользователя неизвестного. В профессии никогда не было желания у Вас поработать, не пробовали при власти подскваживания? Ну, вот видим по порядку. Ну, скажем так, когда я закончил институт, это было в 94-м году, в общем-то, если кто помнит эти времена, то я хочу сказать, что по специальности устроиться на работу было достаточно сложно. Вы учитель истории? Да, я учитель истории и права. Если бы была такая возможность сразу, может быть, это бы и произошло, честно скажу. На предмет не пробовали. Ну, скажу так, у нас тогда была обязательная сельская, так называемая сельская практика педагогическая, это было на 4-м курсе. Мне ее пришлось проходить в селе Скадовка, прошу не путать с городом Скадовск, Чеплынского района, Херсонской области. На протяжении, получается, всей первой четверти. Вот, и помимо того, что, как положено по практике, я преподавал историю в старших классах, меня попросили в связи с отсутствием кадров вести группу продленного дня. В младших классах это с первого по четвертый. Ну, все бы нормально, если бы не специфика, которая заключалась в том, что 50% детишек это были турки-месхитинцы. Вот, так что пришлось попробовать. Честно скажу, было очень приятно, когда идешь по селу, да, они очень уважительно относятся к учителям, и будь то мужчина, будь то женщина, причем в паранже, и дешевле, здравствуйте, учитель. Было приятно. Нет у вас сейчас внести, возможно, вернуться в школу? Пока нет, пока я нужен на гослужбе, я буду работать на гослужбе. Спасибо. А на предмет посла же, то есть уважаемый автор попробует сам, и знает, насколько это сладко. Отвечать буду кратко. Значит, на первую часть вопроса можно ответить только в том случае, если служба политконтроля скажет конкретно, кто говорит и что говорит насчет моральности. Насчет отличия, нынешняя работа отличается от предыдущей, радикальной. Насчет отношения, отношусь с уважением. И вопрос спросит тебя о наполеющем. Юлия Георгиевна, неоднократно обращались в МГАС с просьбой о помощи в личные вопросы. Сейчас тогда общинуты решили приватизировать, и те, кто пишет в сходной очереди, на повышение жилья, вообще руки опустились. Как планируется дальше действовать в этом направлении? Как часто получают люди, стоящие на жилье, сколько семей в год получают жилье? Ну, на данный момент на квартирном учете в горосполкоме прибывает 13 145 семей и одиноких граждан. Из них первоочередники это 3967, а внеочередники 720. Причем люди стоят с начала 80-х годов. В прошлом году было выделено 45 квартир. 15 из них это в новостройках. Среди них инвалид Великой Отечественной войны, воины, афганцы и медработники. Насчет решения проблемы будем стараться активизировать, как я уже говорил, жилищное строительство, прежде всего социальный сектор. Спасибо. Вопросы по университету Николаеву. Когда в городе Николаеве найдутся в малейшие порядки стратуальные? Ну, тут два подряд вопроса, я так понимаю, это от одного и того же автора, да. Рома Морской и Присвещение Чехова. Значит, по конкретному указанному адресу, согласно обязательств предприятия, которое оно взяло при начале проведения работ, восстановительные работы, все должны быть завершены до 31 января сего года. Поэтому вопрос на контроле, я думаю, что предприятие серьезное, оно отвечает за свои поступки. Относительно ремонта тротуара в целом, ситуация, к сожалению, очень сложная. На сегодня по городу требует ремонта тротуарное покрытие на площади 242 тысячи квадратных метров. В финансовом эквиваленте это 36,5 миллионов гривен ориентировочно. Сами понимаете, сумма очень серьезная. К сожалению, в этом году бюджетом денег на эти работы не предусмотрено, но будем смотреть по степени выполнения бюджета. Вы знаете, что бюджет при перевыполнении по результатам полугодия, 9 месяцев, может корректироваться. Поэтому, если будут, скажем так, свободные остатки, конечно, будем стараться постепенно наводить порядок. Спасибо. Вам поддержка почитала вопрос от первой письма. Отвечу кратко. Это редкость, к сожалению. Второе, не считаю. И третье, негативно. Наверное, интересно, не изменяли ли вы? Пусть это будет прям так хорошо. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от пользователя металли. Уважаемый Юрий Георгиевич, горожанин, кто он внушает? Ну, в принципе, мы уже... Ну, я уже говорил об этом. И вопрос от Дмитрия. Членом какого партии вы являетесь? Спасибо. Без партии. А есть ли у вас желание в партию? Ну, в партию не вступаю. В партию становится членом партии. Не становитесь членом партии? Пока нет. Хорошо. И вопрос от Дмитрия Ильичева. Какую книгу вы прочитали самую последнюю? Как книгу вас любили? Ну, с учетом официальной переписки объема документов стараюсь читать что-нибудь отвлекающее. Скажу так. Мне очень нравится Александр Бушков. Я стараюсь читать все его новинки или приобретать, или посредством интернета. Какой ты считаешь любили? Дикое золото. Спасибо. Что вы не думаете? Пока нет. Хорошо. И вопрос последний от прозвителя Анны. Вы были в команде Круглова. Садыкова, Горгушек. Как у вас так получается? И в чьей команде вы сейчас? В команде Лера или губернатора? Если губернатор скажет, кто бы сейчас вернулись, бы назад в обл. администрацию. Как вы относитесь к критике, которая звучит под представителя администрации, в адресу Мари? К примеру, ситуация со строительством коллектора на МАУ-Марске? К критике надо относиться разумно. Тем более, если она справедлива. Относительно того, что я работал и при Круглове, можно добавить еще Киноха. Я начал работать. Пришел на госслужбу при Анатолии Кирилловиче Кинохе, когда он был председателем, он был исповедником. Как удается, ну, не мне себя оценивать. Я просто делал свою работу и продолжаю ее делать. Если считали и считают меня специалистом, спасибо за такую оценку. Я старался и стараюсь своих руководителей, бывших, нынешних, не подводить в этом отношении. На предмет возможного возврата, еще раз говорю, я госслужащий. Спасибо вам большое за этот видео. Спасибо вам за возможность. Спасибо.